Все, дорогие друзья, начинаем нашу лекцию, продолжаем толкование книги Откровения. Мы дошли до Сардийской церкови. Я уже сказал, что послание этим семи церковьям, это не конкретно послание, направленное на церковь, а послание Вселенской церкови, то есть семи церковьям в лице вот этих семи азиатских церковей. И даже если он не конкретно обращается к какой-то церкови и показывает, например, его ошибки или наоборот обладетели, это тоже относится ко всем церковьям всех времен. И эти времени, и наши времени, вот сейчас в дальнейшем мы это будем уже видеть, более подробно останавливаться на этом. Итак, и ангелу Сардийской церкови напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. То есть, вообще, что такое из себя представлял сам по себе город Сардий, это хрикийский город, был важным торговым центром, там было распространено служение или почитание бога языческой богини Тибеллы, или Тибеллы, вот, которая считалась богиней поклонительницей лесов, плодородия, зверей и так далее, и так далее. Поэтому я не удивился, когда в Москве нашел ветеринарную клинику по имени Тибелла. Тогда стало понятно, почему Тибеллу так ветеринары любят, ну и вообще все, которые имеют дело животными. Так вот, в этом городе было распространено почитание этой богини, которая изображалась на колеснице со львами, вот. И, скорее всего, эти христиане увлеклись всякими языческими вот этими суевериями и оставили истинную веру. Помните, до этого в Пергамоне тоже было, какое было, почитание каких богов было распространено в Пергамоне, я вам сказал тогда. Это вот было почитание Зевса, вот, Еметры, и еще там было почитание Эскулапа, как бога, вот, врачевания. А Эскулап, символ Эскулапа, какое животное? Врачей как? Вообще, знаки врачей? Змея. Вот, змея, и даже там в храме была живая змея, они эту змею почитали, даже жертву приносили. Поэтому не исключено, что Иоанн, поэтому и говорит, знаю, что ты существуешь там или находишься там, где престол сатаны. Потому что змей осуществляется, символизируется, символизирует, как раз символизируется, то есть торжественной змеей. Вот. С Ветхого Завета мы знаем, да? Так называемый большой змей. Вот. Так и вот здесь, в Саадисе. В Саадисе сейчас, от нынешнего Саадиса фактически почти ничего не осталось. По-моему, там курецкая маленькая деревня. И вот он говорит, что знаю твои дела, ты носишь имя, будто ты жив, но мертв. Но мертв. То есть, с виду, вроде ты церковь, вроде себя что-то представляешь, вроде есть какая-то церковная деятельность, а на самом деле, по сущности, по сути, ты мертвый. Вот. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенные перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебе как-то тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. То есть, призывает к покаянию. Он не сразу наказывает, а призывает к покаянию. Говорит, что все-таки было время, когда он был в совсем другом состоянии, и он получил всю информацию, все, что надо для существования церкви, от Бога эта церковь получила, и поэтому, говорит, возвратись к своему прежнему состоянию, держи мои заповеди, иначе приду как тать. Ну, это как тать тоже распространенное выражение. Знаем, что Господь придет как тать, то есть, придет внезапно, придет тогда, когда его уж не ждут, то есть, многие не успеют каяться и справиться. Вот то же самое и здесь. И ты не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. То есть, не все в таком состоянии в Сардисе, но есть некоторые, которые все-таки остались верны Христу, и побеждающие облечутся в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его. То есть, вот те, которые останутся верными мне, я и буду оставаться верным им. Это вот как в Евангелии, Христос что говорит? Говорит, те, которые исповедуют меня перед отцом, ангелами и людьми, тех и я тоже буду исповедовать перед ангелами и моим отцом. Соответственно, а если мы отречемся от Христа, то и во время суда это тоже откроется, то и Христос скажет, знаешь, я тебя не знаю, потому что ты от меня отрекся. Понятно, да? Ну, в начале то, что оказалось семи духов, и семи святильников я уже сказал, что это олицетворяет, символизирует святого духа. Это святой дух своими дарами, семи дарами. Понятно, да? То есть, это показывает полноту святого духа. Поэтому надо заблуждаться. Многие читают и попадают в соблазг, говорят, что за всем духом. Святой дух, то есть один дух. На самом деле это просто, я говорю, символический язык. Это не означает, что у Бога семь духов. Это показывает дары святого духа, и что вот эти дары изливаются на весь мир. И, в принципе, вот так и в дальнейшем будет уже более подробно говорить сам Ям Богослов. То есть, имеется в виду, что дух там, и там, и там, и там. Да, то есть, везде уже существует полноту духа, и Божий дух уже там по всей земле и распространяет свои дары. Вот как в пророчестве Исаии, когда он говорит, я дух благочестия, я дух там, откровения, там, мудрости, и так далее, так далее. Вот это вот как раз, вот эти семь качеств этого духа. Можем сказать и семь таинств тоже, которые вот через этого духа существуют. То есть, семь – это как бы неотъемлемое такое символизирующее число Святого Духа. Понятно, да? Имеющий ухо да услышит, что дух говорит церковь. И ангел в Владимирской Церкови напишет. Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знают твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот в отличие от Салдийской Церкови, уже он, например, в Филадельфийской Церкови, он хвалит. Кстати, Филадельфия – единственный, наверное, единственный населенный пункт из этих Салдийских Церковей, где до сих пор хранились христиане, есть христианская община. Во всех остальных церковях христианской общины уже не существует. Там они все или отуречены, или вообще места даже не видно. Там только руины остались. Вот он говорит, что я имею ключ Давидов. То есть он имеет, если Давид имел ключи Иерусалима, и был хозяином Иерусалима, и без Давида никто не мог войти в земной Иерусалим, то здесь уже сам потомок, то есть по телу Давидов Христос, имеет ключи уже небесного Иерусалима. И ключи, то есть небес, находятся в руках у Христа, и без Христа никто не войдет в небеса. Поэтому, говорит, отворяет, никто не затворит, и затворяет, никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь. То есть вот в таком состоянии двери небеса открыты перед тобой. То есть тут он хвалит их правильность. Говорит, я знаю, что твои силы небольшие, но если ты свои силы будешь сохранять, ты будешь верным в меня до конца, то ты войдешь. Понятно, да? Если не будешь отрекаться от меня. Вот я сделаю, что из сатанистского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю, что они придут и поклоняются перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Скорее всего, это относится к иудейской общине, которая была в Филадельфии, а эта община была большая в Филадельфии, у них были привилегии торговые, они занимались торговлей, были богаты, и он показывает, что многие из этих иудеев примут христианство. Будут обращаться к Христу и войти в Филадельфийскую церковь. Поэтому, говорит, если я станешься до конца верным, многие из этих иудеев, так называемых иудеев, хотя они уже не иудеи, а с большей сатанисткой, почему? Потому что отреклись от Христа. Они вернутся, возвратятся и примут меня. Итак, ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от водяния искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. То есть, если ты сохранил, то я тоже тебя берегу. Это уже касается всей церкови, потому что тут он напоминает о тех искушениях и о тех скорбях, которые будут во всей церкови, то есть по всему миру. Если эти люди могут победить вот это, вот все эти скорби, которые останутся верными Христу. Понятно, да? То есть, это уже более вселенское такое вот назидание. Я сохраню тебя от водяния искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Как и говорил апостол Петр в своем втором послании. Сей гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не видит вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, исходящего от неба, от Бога моего, и имя мое новое. То есть, вот он еще раз напоминает, что если ты победишь, если останешься до конца верным, то ты станешь один из столпов в храме Бога моего. То есть, ты станешь один из тех людей, которые войдут в небесный Иерусалим. То есть, новый Иерусалим, которого новое имя, и там все будет новое, как и в самом конце говорит сам апостол Иоанн, кто все делаю новое, и видел я, говорит, небесный Иерусалим, спускающийся с небес. Имеющий ухо да услышит, что дух говорит церковь Иоанн. Ну, это как бы повторяет слова Спасителя, Иисуса Христа, потому что всегда Христос говорит, имеющий до уха пусть услышит. То есть, тут говорится, конечно, не в физическом ухе, не в физиологическом свойстве человека слушать, а именно о духовном, то есть о тех, у которых есть такой духовный слух, который может понимать духовные вещи и принимать их. Потому что понятно, что когда он говорит, он это не глухоним им говорит, не глухим людям говорит. Все люди слышат, но не все воспринимают это. Понятно. То есть, духовные очи имеются в виду? Духовные очи, духовный слух, то есть, духовные чувствительные органы, не физиологические органы, а именно духовные. Поэтому Иоанн говорит, имеющий ухо да услышит. Поэтому и говорит, имеют глаза, смотрят и не могут узреть. Можно сказать, это как бы имеется в виду, отчасти и ум, да, наверное, человека? Ну и все остальное. Ну, он может быть помраченным, как у Иудеев тогда было. А он может быть и открытым. Так, и, наконец, он обращается к Лаудийской церкови. Вот этот город тоже был большим в свое время и богатым городом. Сейчас от него тоже почти ничего не осталось. Это все в Малой Азии. Нынешняя территория Турции. Да, нынешняя территория Турции. Самое интересное, почему он заканчивает именно Лаудийской церковью. Потому что, когда он описывает состояние Лаудийской церкви, фактически он хочет дать нам понять, что состояние Вселенской церкви перед пришествием Христа будет такое же, как в Лаудийской церкви. То есть церковь будет в очень таком интересном состоянии, которое называется теплохладность. То есть они только с виду показывали, что они церковь. А на самом деле, на самом деле, истинной церковью не являлись. Вот смотрите, сейчас. И ангелу Лаудийской церкви напишет. Так говорит Амин, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. То есть он себе называет Амином. Иудеи говорят Амин. То есть Сам Христос говорит себе Амин. Что значит Амин? То есть пусть будет, да? Пусть исполнится или истинно. Вот Амин так переводится. То есть говорит Тот, Который говорит и не ошибается никогда. То есть Христос Сам себя называет. Говорит и Его речи безошибочные. То есть то, что Он сказал, значит это вбивается обязательно. То есть чтобы никто не сомневался в этом. Поэтому продолжает, свидетель верный и истинный. Начало создания Божия. Знаю твои тела, ты не холоден и не горяч. Что значит быть холодным или быть горячим? Как вы думаете? Холодные это те люди, которые еще не пришли к Христу. Это люди, ну, такие, обмешленные, абсолютно живущие нехристианской жизнью. Это холодные. А горячие, которые пришли к Христу, у них вот этот сердце стало гибким. Горячее, сердце кипит, то есть наполнились Духом Божиим, и они живут христианской жизнью. Почему он говорит, ой, если ты был или холодным, или горячим? А почему холодный? Потому что если ты холодный, в принципе, до тебя еще, во-первых, не дошло Слова Христа, ты не подлежишь, не попадаешься под строгое осуждение. Ну, потому что не получили информацию, ты не знаешь истину, да? Более того, есть еще шанс, что ты истину еще узнаешь. Понятно, да? А ты вроде бы получил это, получил истину, то есть тебе в Слове Божье проповедано, и может быть, ты даже устами говоришь, или номинального его принял. Но по делам своим, по своей сущности, ты не соответствуешь. Поэтому ты ни холоден, ни ни горячий. И вот такой, тепло-хладный. Это мы можем видеть каждый день, вот церковь приходит, крестится, венчается, там, и так далее. Вы же верите? Да, верим, пришли креститься. Будете ходить в церковь? Да, будем ходить. Задаем вопросы, идите, готовьтесь. Ну, хотя бы была минимальная катехизация, да? Вот это, вот это, это. Приходят, ничего не делают. Приходят, крестятся и идут, своей такой же жизнью живут. Вот они тепло-хладные. То есть, они Христа получили и взяли, тут же вышли из церкви, его и выкинули. Понятно, да? И вот 90% сейчас христиан по всему миру, они такие, в принципе. Возьмем, посмотрим вокруг нас. 90% тех людей, которые себя называют христианами, независимо от какой конфессии, там, с армянской церкви, там, католической, русской и так далее, они все крещены же, все крещены. То есть, получили, в принципе, и печать Святого Духа, и информацию получили, и все. Но сколько из этих людей живет духовной жизнью, или сколько этих людей старается жить, соответственно, по заповеди? Очень маленькая часть. Вот. То есть, на лаудикской церкви фактически исполняется вот это пророчество в отношении церкви последних времен. Поэтому и он лаудикской церковью заканчивает свое обращение к церковям. Лаудикская церковь, последняя церковь, и после этого начинается вторая часть уже откровения, где уже он конкретно, более конкретно начинает говорить о последних событиях, предшествующих приходу Иисуса Христа. Понятно, да? То есть, вот это, так называемые, тепло-хладные люди. Но как ты тепл, а не горячий, а не холоден, то извергнул тебя из уст моих. То есть, получается, что даже холодный человек, который абсолютно далек от Христа, имеет больше шансов, или более благосклонно относится Бог к нему, чем тому, который поверхностно, да, или внешне, как бы, типа, христианин, а на самом деле не соответствует своему призванию. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и нак». Да? Вот действительно, разговариваешь с такими людьми, как они лично мне, например, по моему опыту могу сказать, говорят, «Ну, что ты, говорит, углубился в этой церковной жизни, ты же врач, там, работаешь, да, кандидат наук, там, заведующим отделением, говорит, у тебя есть, там, иди, углубляйся, говорит, что ты всю эту церковь бежишь? Ну, мы тоже ходим же, свечки ставим, мотаж иногда сделаем, да, свечки там, этот, на Рождество ходим, яйца красим». «Ну, вот, нормально, говорит, никого не грабим, никого не убиваем, вот, у нас все есть, мы христиане, вот, кресты висят золотые, толстые, вот, а ты, говорит, чем-то занимаешься, непонятно чем, говорит, вообще потерял себя, да? Вот, то есть они о себе очень хорошего мнения, они думают, что они живут правильной жизнью, вот, вот, поэтому и говорит, и ты говоришь о себе, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знай, что ты несчастен и жалок, и ничь, и слеп, инаки». Действительно, таких людей действительно очень жалко, потому что эти люди настолько углубились в своем заблуждении, да, что даже каких-то искор нету покаяния и осознания, что они не той жизнью живут, чему их призвал Господь, понятно, да? Их духовная жизнь заключается только вот в хождении в церковь, там, свечезажигательство, яйцекрашество, святоводообливание и так далее, и так далее, вот. Дальше этого их духовная жизнь не идет. И это действительно, это люди очень жалкие. Поэтому он не говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазь помазать в глаза твои, чтобы видеть. То есть, все это, конечно, символические вещи. То есть, он говорит, что купи золото, не такое золото, материальное золото, да, а духовное золото, а именно это покаяние, это любовь, да, вот, чтобы ты очистился, ты уже очистишься от своих грехов, то есть, оденешь, это сотворять белые одежды, да, и помажь глаза твои, чтобы видеть, потому что, как и Господь говорит, и пророки Саи, говорят, имеют глаза и не видят, да, вот, а очищаясь, говорит, как раз глаза откроются, и они Бога увидят, как и говорит Христос, блажение, говорит, чистое сердцем, ибо они Богу зря. То есть, для того, чтобы Бога видеть, для того, чтобы действительно быть богатым, надо очиститься. Надо очиститься от всех своих страстей, слабостей и грехов. И тогда и вы увидите Бога, и тогда вы поймете, что вы действительно наги. Вот этот, действительно, наги, это как раз первое блаженство Иисуса Христа, что он говорит, блаженен, ищет духом, да, ибо Царство Небесное принадлежит им. А вот этот думает, что он духом как раз богат, вот, да, он не думает, что он духом, он свою нищету не понимает, такой человек. И в основном, вот, к сожалению, вот таких людей большинство среди христиан. Многие даже и церковь ходят, и причащаются, и участвуют, и каждую неделю ходят. Но опять же, глаза не открываются. Они ходят просто по привычке, по привычке. Просто по привычке ходят и думают, что все. Они уже, этот, на правильном пути, и им больше ничего не нужно. Вот. Ходят, причащаются, все поклоны сделают, все молитвы читают, все посты соблюдают, да. А вот самое главное, самое главное у них нет, любви нет. Вот. Потому что без любви христианская жизнь, это не христианская жизнь, а просто фарисейство. Вот и Господь советует им как раз и любовь, и покаяние, и веру, что после этого они могли уже видеть, да. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. То есть, кого любит, того обличает. Кого не любит, того и не обличает, потому что с него нечего взять. Понятно, да? То есть, кому Христос проповедано, от них и прежде всего будет востребовано это. Прежде всего их и будет судить Господь. Вот. Сесть, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Вот Господь насильно в сердце никому не вторгается. Господь ежеминутно, ежесекундно стоит перед каждым из нас и стучит в нашу дверь. Остается только нам открыть свое сердце и пустить Господа в себя. И тогда, говорит, я буду вечерять с ним, и он со мной. И тогда, то есть, когда мы будем радоваться с Господом, только его с присутствием, мало я его пустить к себе, да? Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Вот. То есть, вот в этом и заключается победа. То есть, если мы Христа пустим к себе в сердце. И это абсолютно добровольно. В отличие от других религий. То есть, мы там двери не ломаем, да? И голови не отрубаем, да? И никого не зомбируем. И никого не заставляем. Вот. В христианстве это было чуждо. Христос стоял и стучал в дверь, фактически страдая, и страдает до сих пор за каждого человека. Желая, что каждый пришел к нему, потому что без него спасения нет. Вот. Мы просто живем беззаботной жизнью. И даже те христиане, которые в кое-как во церковь вилете ходят, думают, ну, завтра исправлюсь, послезавтра исправлюсь, через месяц исправлюсь. Вот это будут вот тогда сделать. А самое удобное время – это сегодня и сейчас. Вот. Имеющий ухо, да услышишь, что Дух говорит церквям. Этим заканчивается уже послание всеми церквям. Я так и повторяю, это послание относится не только именно к тем всеми церквям, а к всей Вселенской Церкви. Понятно. Да, потому что это актуально. Вот в этих посланиях мы можем уже видеть как раз и разные слабости церкви. Да, и преимущества, и добродетели, и вот как определенное время церковь действительно устояла перед искушениями, победила, да, а наоборот, там, в другое время церковь впала искушения, или возникли ереси, или возникли расколы. Ну, вот. То есть во всех, вот в посланиях этим всем церковям фактически история всей церкви нашей. В четвертой главе уже он переходит как бы уже к другим откровениям, то есть открывается уже другое для Иоанна. И он говорит, что после сего я взглянул, и вот дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. То есть после этого громкий голос, как звук трубы, то есть это не говорит, что это просто звук трубы, а голос был настолько громок, что был похож на звук трубы. Сказал, зайди сюда и покажу тебе, чем надлежит быть после сего. Ну, многие говорят, что это сам Господь разговаривал с ним, другие говорят, что это был ангел, через ангела это было передано, то есть он слушал голос ангела, но это уже не важно. Главное, чтобы у него было откровение с небес, и он тотчас был в духе. В духе тоже мнения отделяются, многие говорят, что он и телом тоже был восхищен, то есть небеса, но скорее всего он был в духе, то есть был особым состоянием духа, или духом был поднят. Как, например, апостол Павел про себя говорил, помните, когда он рассказывал, что он поднялся до третьего неба и видел вещи, которые описать человеческим языком невозможно. Ну, есть мнение, что когда его побивали камнями, и он перенес клиническую смерть, в это время он духом был как раз поднят и видел как раз вот все эти небесные чудеса. И он видел вот на престоле как бы сидящего. Это очень похоже на пророчество Исаии и Зикела. Они же тоже видели престол и сидящего на престоле, да. Но поскольку относится это к Богу Отцу, вот Бога Отца никто не видел, и его, то есть лицо или что-то никто, характеризователь, описать не может. Поэтому там что было, там были, то есть облака огромные, молнии, то есть это видно вот таким образом. А то многие думают, что там Бог-Отец сидит как такой кородатый дед какой-то, да, строгий сидит. Вот, нет. Бога Отца вообще-то канонически так изображать тоже нельзя. Тоже нельзя. Поэтому все эти иконы канонической силы не имеют, они не имеют. Бога Отца изображать нельзя. Нельзя. Это неправильно. Это неправильно. Поэтому даже если в церковях увидите, в принципе, те, которые рисуют, они сами признают, что это неправильно. Потому что по соборным этим, то есть решениям, нельзя Бога Бога изображать Отца. Понятно? Никто не видел Его человеческим лицом, что изображать. Христос принял божественное человеческое лицо, да, и Христа можно изображать. Вот, то, что видели, того изображаем. То, что не видели, того изображать не сможем. То есть даем плод нашей фантазии, и это неправильно. Ну и тогда нужно рисовать облака. Что? Тогда нужно рисовать какие-то облака. Ну и зачем это нарисовать вообще? Зачем вообще Бога Отца нарисовать? Если кто-то хочет прямо так рисовать и изображать в виде человека. Ну это тоже будет. Что там, будешь изображать облако и молния, оттуда исходящая как-то. Поэтому вопрос Бога Отца, это закрытый вопрос. Бога никто не может видеть. Поэтому Христос очеловечился, чтобы мы через Христа видели Бога. Понятно? Сын сущими небесами явил Его. Он явил Его. То есть Христос явил Его. То есть там и вот, то есть в ветхозаветных пророчествах и здесь вот это, есть сходство. Но есть и различия. И все сидящие видом был подобен камню Яспису и Сардису. И радуга вокруг престола видом подобная Смарагду. Вообще, то, что он описывает, если представить, это, конечно, очень величайшее такое, вот действительно, вот видение. То есть, представляешь, при том этот цвет, да, то есть желтого и зеленого или вот такого огненного, зелено-огненный цвет, вот этот Ясписис Артис, да, и радуга вокруг престола видом подобная Смарагду. И радуга – это не наша семицветная радуга, а Смарагду, поскольку зеленоватый камень, то есть было вот такое, вот такое сияние вокруг престола. Вот. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видя для сидящих 24 старца, которые обличены были в белой одежде и имели на головах своих золотые венцы. То есть, сам престол и вокруг него сидят на своих престолах 24 старца, в белых одеждах и золотыми венцами. Здесь тоже единого мнения у толкователей нету, кто они были такие. Большинство, то, что касается 12 старцев, в основном все согласны, что это 12 апостолов, потому что сам Господь говорит, что вы будете сидеть со мной и судить 12 колен израильских. А про остальных 12, все согласны, что это были ветхозаветные праведники. А вот кто конкретно, это никто сказать. Не можно. Это очень трудно сказать, вот кто. Многие сказали, что это 12 тех священников, которые служили в храме апостола на 12 колен. Многие говорят, что это из 12, например, пророков ветхозаветных. Но, скорее всего, там те праведные, которые действительно оставили, которые действительно были достойны. Мы можем сказать, скорее всего, там был и Авраам, и Ной, и Адам, может, и Моисей, конечно, и Илья, и Енох. Ну, то есть, в большей степени вероятности, можно сказать, что вот эти люди, которые мы перечислили, там присутствовали. Потому что, например, Илья и Енох, это те, которые телом были вознесены в небеса, и смерти не видели. Ну, без Моисея тоже как бы не обойтись, и без Ноя тоже как бы не обойтись, и без Адама тоже. Потому что Адам – это фактически начало всех людей, а Ноя – второе начало всех людей. Но, опять же, я говорю, это лишь наше предположение. И сказать вот сто процентов, что мы знаем. Всех нельзя. «И от престола исходили молнии, и громи, и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божьих». Ну, опять повторяю, это семь духов Божьих. То есть, перед престолом мы видим Святого Духа. Мы уже видим, то есть, и Бога Отца, и Святого Духа, и чуть дальше он уже и говорит и о закланном анкции. То есть, мы видим фактически Святую Троицу на небесах. То есть, полноту Божества мы видим. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади». Вот здесь тоже все таинственные, то есть, тайные какие-то символические извлечения, объяснить которых очень сложно. И тоже мнение толкователей расходится, потому что некоторые говорят, что вот эти стеклянные море, подобно кристаллу, это большинство верующих людей, которые многие говорят, что нет. Это просто дословно понимают, что как бы это вот такое пространство, такое вещество, которым был окружен вот это все. Потому что все-таки это престол Бога Отца, да, это престол Бога, и на чем он стоит, должен был отличаться вообще от всего остального. Еще знаете, какие версии, что это добродетели, как бы? Говорят, и добродетели, да, такое мнение тоже есть. Но, скорее всего, я лично склонен считать, что действительно это нечто было. То есть, это какая-то материя или что-то, на которой был престол, то есть, воор, перед престолом, которое было перед престолом. Да, и говорит о четырех животных. Здесь, помните, о четырех животных и пророчестве языка звучит, да, но все-таки эти четыре животные отличаются. Вот до конца, что из себя эти четыре животные представляют, опять же, никто не знает. Опять же, есть много разных мнений. То есть, от того, что это сотворение четырех евангелистов, до того, что это некие существа, ангельские существа, и непонятно, что, то есть, до конца их внешность тоже нам непонятна. Вот не можем просто более-менее такое приблизительное представление, то есть, составить по описанию апостола. И при том, его характеристика, да, описание этих животных отличается от описания Езекиила, потому что Езекиил тоже видит. Но многие, например, Езекиил видят какие-то там, которые похожи на животных, а здесь не совсем. Здесь многие и лица закрыты. Если у Езекиила там четырех крыла, четыре крыла, четыре крыла, здесь шестикрылые, например. Что нам дает повод думать, что это, скорее всего, были некие серафимы, потому что серафимы шестикрылые. Притом, в принципе, у Есайи тоже они называются шестикрылыми, которые постоянно хвалят и воспевают Бога. И, в принципе, здесь вот то же самое повторяется. Вот. То есть, они были наполнены очами. Очи, наверное, показывают их зоркость, то есть, они все видящие, все видят, то есть, вот вокруг Бога, и невозможно ничего скрывать. Они, то есть, как бы охраняют то ли вокруг Бога, все видят, да, то есть, никто к этому Божьему престолу не может просто так подойти, да. Или, может быть, они сотворяют, например, четыре стихи, например, лев, если это огонь, орел, это как воздух, да, волк, это земля, а человек, это вода. Ну, может, всякие вещи говорить, но, опять же, я говорю, это, наверное, знает только один сам Господь Бог и Иоанн Богослов. Также читали, что они евангелисты, то есть, вот, например, Иоанн, это олицетворял, например, Адла, да, волк олицетворял Луки, ангел или человек Матфея и лев Марка, потому что у каждого там были свои свойства, и каждый там особо что-то там именно показывал более всего или подчеркивал в своем Евангелии, поэтому и вот и в церквях сейчас, в восточных церквях принято, вот, в армянском, русском, да, вот, нарисовать именно вот с четырех сторон четырех евангелистов. А у католиков нет такого? У католиков я не видел, может и бить, я не знаю, но я не видел. В старых церквях ближе к лизарктийскому обряду есть. В старых церквях есть, ну, вот, то есть, вот, есть и такое мнение тоже. У них статус больше. И каждый из этих четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Бог Сидержитель, Который был, есть и грядит». То есть, и крылья тоже были наполнены очами, и они постоянно повторяли вот эту песню. То есть, «Свят, свят, Господь Бог Сидержитель, Который был, есть и грядит». То есть, они постоянно воспевали, хвалили, то есть,